Мы собираемся сделать полное собрание сочинений, текстов Бориса Борисовича Гребенщикова, включая неопубликованные тексты. Сейчас мы работаем над книжкой стихов. Она вот уже скоро будет. Мой дядя самых, самых честных правил. Когда не в шутку, когда не в шутку, за ним мог. Он взял нож и кистень и думал, что уважить себя заставил, Но не смог, обманулся в расчетах, упал лицом в грязь и не смог. Вы слушаете подкаст «Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон. Берлин», герои подкаста «Вавилон. Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свое убеждение, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. В прошлом подкасте мы говорили о книге Константина Рубахина «Линия соприкосновения». Она вышла в издательстве книжного магазина «Бабель», с руководителями которого мы сегодня познакомимся. Встреча проходила в магазине «Новая Рига» в столице Латвии. Журналистка, обозреватель культуры Елена Коган и редактор издательства «Корпус» Егений Шварц уехали в Израиль из Москвы в 2015 году, вскоре после аннексии Крыма, и основали в Тель-Авиве книжный клуб, который вскоре приобрел статус культового. Это и лектории, и место встреч с писателями и художниками. А с момента российского вторжения в Украину еще и волонтерский пункт. В первой части подкаста речь пойдет о стратегии и репертуаре издательства, а во второй – о работе во времена российского вторжения в Украину. Издательская деятельность «Бабеля» в нынешние времена востребована. Здесь публикуются авторы, которые не могли бы опубликоваться в России. Во-первых, по политическим причинам, а во-вторых, потому что Елена и Евгений выбирают редкие книги и раритетные источники. Мы начали наше издательство с раннего советского модернизма, хотя всем известно, что понятия такого не существует. Но мы условно называем это ранним советским модернизмом. И через полтора-два года после Добычина мы издали некоторое количество книг. Скажем, мы нашли книгу, которая называлась «Покойничный плач по Ленине». Это реальный плач, это настоящая фольклористика. В 1925 году фольклорист Николай Хонзинский нашел деревенских неких девушек-плакальщиц профессиональных, которым некие же комсомолки заказали плач по Ленину. Они написали этот плач, он его зафиксировал, нотировал, откомментировал, написал про традицию этих плачей. И книжка небольшая вышла в 1925 году. Ну, первый и последний раз, поскольку девушки, вот эти плакальщицы, они плачут, в том числе на кого-то нас оставил. Никого, кроме Льва Давыдовича Троцкого, да нам больше и не осталось. В 1937 году Хонзинский был расстрелян. Что случилось с девушками-плакальщицами, мы не знаем. Но книга, она была известна фольклористам, она была в каких-то библиотеках, но, в общем, ее невозможно было прочитать. Мы нашли эту книгу, я ее прочитал, обнаружил, что это потрясающий текст. Это такой оживший Сорокин, только настоящий. И мы ее издали, мы сделали почти научное издание, поскольку мы заказали предисловие «Плети Югай», кроме того, что она прекрасная поэтесса, она главный специалист по плачам вообще. И послесловие мы заказали антропологу Сергею Мохову, который написал для нас большой текст о переосмыслении смерти в 1920-е годы в Новой России. Это была вот одна книга. Потом у нас появилась книга музыковеда Ивана Ивановича Солертинского, которая тоже родилась из того, что когда-то издательство «Свинин» и «Сыновья Новосибирская», прекрасное издательство, издало небольшой тираж его музыковедческих текстов. И я не успел ее купить. И когда закончился тираж, я понял, что я хочу эту книгу себе. И мы собрали пять первых изданий текстов Солертинского и объединили их с предисловием Леши Мунипова. Оно было опубликовано на сайте Горький. Книжка очень интересная. Ну, очень интересно наблюдать, как в начале 30-х годов именитый музыковед Солертинский объясняет, в буквальном смысле объясняет пролетариату, зачем и как слушать Шонберга. И мы издали первую книгу абориута Дойбера Левина. Это «Забытый абориут». Это единственный абориут, который не писал стихов. И единственный абориут, от которого не осталось ни одного абориутского текста, поскольку сам он погиб в первые дни войны, а его архив сгорел в блокаду после прямого попадания бомбы в его квартиру. Все книги были изданы издательством «Книжники». Они все, кроме первой книги, имеют какое-то касательство к еврейству. Первая книга к еврейству не относится. Маленькая детская повесть, которая родилась из абориутского рассказа, написанного Левиным вместе с Хармсом и опубликованной в каком-то номере «Ежа». И вот мы опубликовали эту книгу с первоначальными иллюстрациями Николая Лапшина, прекрасного художника, который тоже погиб в первые дни войны, и посвятили памяти, в общем, этих людей эту книгу. Однажды проснешься в недоумении, кто ты такой, как здесь оказался. Тут главное не растеряться в конец, не растечься жидким гелем по поверхности. Быстро нашариваешь на ночном столике записку, составленную как раз на такой случай, с перечислением всех основных параметров. Или даже лучше положить паспорт, он развеет последние сомнения. У тебя для достоверности есть даже два. Можно открыть оба и сверить показания. Или даже еще не пролистав документы, пройти к зеркалу и вглядеться в то, с чем теперь имеешь дело. Осевая симметрия, парные органы. Кроме легко объяснимых двух, ожидаемой чешуи нет и в помине. Износ, конечно, сильно выше среднего, но ничего не поделаешь. Надо жить с тем, что есть. И уже успокоившись, придя в себя, то есть в него, заняться подробностями. Википедия – источник не хуже других. Многое может оказаться кстати, в том числе самые фундаментальные факты – дата рождения и дата смерти. Алексей Цветков, Квинские идиллии. У нас появилась поэтическая серия. Мы решили, что мы любим стихи, и мы решили, что нужно издавать эти стихи, особенно тех авторов, которые по какой-то причине не издают. И первой нашей книжкой была книжка выдающегося поэта Федора Сваровского, который живет в Черногории, и которого не издавали, мне кажется, лет 8. Мы буквально на днях общались с Леной Костиченко, которая сказала, что единственная книга, которую она взяла с собой, когда бежала из России, была эта книжка Сваровского. Потом у нас появилась книжка Алексея Петровича Цветкова «Квинские идиллии». Это второе издание, посмертное, да. Это последняя книжка Цветкова, последняя книжка, которую он сам составил, которую он презентовал у нас в магазине, и, в общем, он ее видел. Собраны его неопубликованные ранее поэтические тексты, выдающийся поэтический цикл «Квинские идиллии» американский, и небольшая автобиографическая проза про детство и про, собственно, то, как он заболел. И это, конечно, наша большая гордость, что мы сделали эту книгу. У нас вышла книга Юлия Кагуголева, нашего выдающегося современника, стихи военного времени, стихи, написанные в первый год войны. Обложку для нас нарисовал Ленор Горалик. И вот только-только мы издали книгу стихов потрясающего поэта Сергея Круглова, стихи какой-то огромной пронизительной силы. Предисловие написал Ленор Горалик, и вообще Ленор предложила нам этот сборник. И отдельно я хочу обратить внимание, что дизайнером нашего издательства стал художник Виктор Миломед, я думаю, что известный многим, автор от маргеновского бестселлера «Машинерия портрета», бывший преподаватель британки. Возвращение имен. В такую беспамятную осень, если что не дает оползти в бездну бескрайним русским просторам, то снег, редкий, косой. И еще эти, московские женщины в бесцветных пуховичках, женщины, женщины с бумажками в пальцах. Среди них иногда дети, среди детей редкие мужчины и чья-то старая собака. Октябрь, холод, свечи на сером, стиль унисекс. Что он плачет, иди обними его, вот так, прижми покрепче. Утешь его, скажи, уже все, все кончилось, все прошло. И скажи, я дам ему белый соловецкий камень. И на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Так и делаю, но он еще всхлипывает, он волнуется. А старое, старое имя, что будет со старым? Старое надо возвратить. Видишь там, эти люди в октябре, в промозглые очереди. Видишь, они еле-еле теплятся в сумерках мира, прикрывают жизнь от шквальных порывов тьмы и списанными листочками бумаги. Отнеси, отдай им, они сохранят. Сергей Круглов, «Назад в СССР». В какой-то момент мы решили, что нам надо еще издавать современную прозу. Вернее, не мы решили. Борис Акунин написал в Фейсбуке о том, что он написал новую повесть, которая не может выйти в Россию, поскольку она рассказывает про здесь и сейчас. Он опубликовал первую главу. В одном из первых предложений во время прямой линии с президентом Путин падает замертво. И дальше книга рассказывает о том, что происходит. Это такой сатирический памфлет, очень злой, очень бескомпромиссный, и в том числе по отношению к себе. Я написал ему в комментариях, уважаемый Георгий Шалыч, мы есть маленькое издательство в Израиле, вдруг бы вы захотели у нас издаться. И он захотел. И мы издали книгу Акунина, которая, в общем, продается лучше, чем какая бы то ни была книга нашего издательства. Это была первая книга нашей прозаической серии, и за ней последовали еще несколько книг именитых авторов. Нет, сначала не именитых авторов. Сначала Витя Меломед, уже упомянутый художник, показал нам свою экспериментальную повесть. Называется это «ПГТ Диксон». Это текст, который Ленор Горалев считает стихами. Мы считаем это прозой, но это неважно. Книга ни на что не похожая. Она, по словам самого Вити, она рассказывает о том, может ли невинность нести зло. Такая антиутопия про нелюдей, недолюдей, недо-недолюдей, недо-недо-недолюдей, которые каким-то образом существуют. В конце становится понятно вообще, о чем идет речь, но сначала этот текст тебя затягивает, ты вообще не понимаешь, что происходит, но вынырнуть оттуда ты не можешь. Это тоже очень страшная книжка, которая напрямую относится к тому, что происходит сейчас. А на задних обложках у нас всегда какая-то цитата из книги. И вот здесь эта цитата «Недо-недо-человек», 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 «Недо-недо-человек». Важная цитата из книги. У нас вышла книга еще одного нашего выдающегося современника Александра Ильичевского. Книжка называется «Узкое небо, широкая река». Это маленькая повесть сюжетная. Мы знаем, что Саша пишет не совсем сюжетную прозу. Это скорее проза такая философско-размышлительная. Нет такого слова. Размышлятельная, подсказывает нам Армен Захарян. Спасибо. Такая медленная, тягучая проза, которая тебя обволакивает, обволакивает, и ты начинаешь оттуда вычленять важные для тебя вещи, которые потом складываются в сюжет. «Узкое небо, широкая река» — это абсолютно сюжетная повесть, ностальгическая о юности, о первой любви, очень грустная. В последний момент, когда мы уже практически верстали, Саша прислал эпилог этой книги, который абсолютно меняет ее посыл. Она стала еще более страшной, и, мне кажется, она стала значительно более сильной. И отдельно я попрощаю внимание на обложку. Это абсолютный шедевр Витин. Но кто не узнал, это знаменитая картина «Охотники на привале», только здесь один охотник вместо трех, а сзади уже нет никого. Отечество забанило прощение. Там дым, Москвы, Авины, нелюбовь. Здесь снег, цветущие вишни, миндаля. И одиночество по ручку двери завалило. Боль выгрызает в сердце кружева. Эвакуация в миссионерской прозе одолевает миграцию. Скворцы сегодня утром так орали, что пустыня откликалась, как раковина на шум крови. Сегодня наблюдал, как огромного рослого старика сын привез на джипе подлечиться. Работаю я в госпитале. Сын переносил его сиденье на коляску. Тихонько вез к лифтам, чтобы подняться в отделение. А после процедуры спускал и также вез к машине, загружал. И прежде чем за руль, стряхнул с его коленей пепел. Старик курил все время, глядя то на меня, то на небо. Стряхнул и наклонился, чтобы поцеловать отцу руку. Мы вообще стараемся издавать и на агентов, и на врагов режима. Это книга прозы Макаревича. Очень обаятельная такая, искренняя. Небольшие рассказы про концерты, про молодость, про путешествия, про гитары. Какие-то байки, которые он умеет рассказывать буквально за столом, но они рассказаны не как байки, а как литература. Андрей Вадимович очень хорошо владеет словом и, кстати, очень хорошо читает. Картинки для обложки и для внутри, поскольку он еще прекрасный художник, нарисовал он же. Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну. И на лету сменив стезю, трясут козой под буквой ЗЮ. Возвышен и даже почти что в камуфляже. Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой на свете нет. Или будете возмущены, на свете нет такой страны. А я скажу вам, знаете, езжайте, побывайте. Год примерно назад мы издали книгу Хаймана Ахмана Бялика. Это израильский Александр Сергеевич Пушкин. Один из важнейших поэтов, еврейских, израильских поэтов 20 века. Это самый знаменитый его сборник в переводах еще одного деятеля сионизма, Зеева Жаботинского, который не только великий сионист и прочее, но и один из величайших русскоязычных писателей. В этом сборнике мы его печатали по книге, по-моему, 14-го года, по второму изданию. Это сборник ранних текстов. И дальше идут поэмы. Кроме всего прочего, здесь есть поэма, которая называется «Сказание о погроме». Это поэма, написанная после дам Кишиневского погрома. Бялик ездил на место погрома буквально через, по-моему, несколько месяцев после трагедии и написал поэму, которая вызвала дичайший скандал, поскольку он обращался не к погромщикам, а он обращался к жертвам. Он обращался к евреям и задавал им неудобные вопросы. После этой поэмы он стал классиком. Он, в принципе, мог больше ничего не писать, но он написал еще несколько выдающихся текстов, которые тоже здесь есть. И нам помогала это делать известная израильская филолог Зоя Капельман, которая вообще переводчица и специалист по Агнону, но она еще и специалист по ранней израильской литературе. Во-первых, мы с ней исправили ошибки и опечатки, которые были в издании 1914 года, а во-вторых, она написала очень крутое послесловие. Предисловие здесь из первого издания Зеви Жаботинского, а послесловие написано специально для нас. «И когда я погибну в вашем брошенном храме, Захлебнусь в моей злобе, Пусть умру средь молчания, Не пятнайте слезами, Мою память во гробе. Семь пожаров гиенны, Что прошел я при жизни, Пусть найду и в могиле, Лишь бы худший испыток Вашим плачем на тризне Вы меня не казнили». Хаим Бялик, 1908 год. Одна из главных книг. Это книга, которую никто, кроме нашего издательства, Не смог бы издать. В 20-е годы прошлого века В Ленинграде Вышло две книжки человека Под псевдонимом «Голубчик Гастов». «Голубчик Гастов» — это цитата Из известного произведения русской классики. Один из героев картавит. Он говорит, «Гастов, голубчик, Там каких-то лошадей приготовь». И вот некий неизвестный человек Взял псевдоним «Голубчик Гастов», Выпустил две книги стихов. И это все, что было о нем известно До 2021 года. Его называли последней загадкой Серебряного века, Потому что до 2021 года Никто не знал вообще, Кто скрывается под этим псевдонимом. Филолог Евгений Сошкин Раскопал биографию и судьбу этого человека. Установил, кто это. Его звали Лев Гальденов. Это такой был еврейский юноша, Уроженец Украины. Воевал на фронтах Первой мировой войны. Был отравлен газами, попал в плен. Потом вернулся из плена в Ленинград в начале 20-х годов. Издал книгу. Потом с ним происходили еще какие-то вещи. И в общем, в 1941 году погиб от голода. У него украли продуктовые карточки. И от него осталось несколько фотографий, Две книги и все. Филолог Евгений Сошкин, И ему помогал Михаил Левин, тоже филолог. Они восстановили судьбу этого человека. Нашли документы, нашли фотографии, Нашли автографы, Написали огромный научный материал. Это книга страниц 300. Из них стихов здесь может быть страниц 80. Железнодорожный обоз. Дрогнула женщина грудью. Особенно как-то, прост. Женщины розы нежно. Железнодорожный мост. Покачнулись темные массы. И остроумный, а лошади вопрос, Покрыл темным басом. Железнодорожный обоз. Колеса погоняет разруха. Пусть догоняют буфера. Шуба рассветная бухает. На колени горящие утра. И морозным бедром с нежностью Покрывает ногу нога. Села откуда-то снежная. Такая ехать пока. Офицеры отступали многие По голубой дороге в Ростов. Но на Рязано-Уральской дороге Лошадь-голубчик-гостов. И каждый день эта лошадь В сумке съедала овес. И того, кто смог бы в калошах, Голубчик куда-то вез. Из книги «Темы». 1924 год. Стихотворение Голубчика Гастова. Первая наша переводная книга Это автобиография знаменитейшего Музыканта, легенды Даунтауна Нью-Йоркской 80-х годов. И лидера группы Лаунж Лизардс. Джона Лури, которого вы Знаете, во-первых, по фильмам Джармуша, он во многих из них снимался. А во-вторых, кроме того, что он Был музыкантом, он еще был и есть Художник. Но у него был шуточный рисунок, Который в России известен под названием «Привет, медведь». И некоторое время назад он написал Автобиографическую книгу, Которая называется «История костей». Для нас ее перевел переводчик Максим Колопотин, Который переводил «Жизнь» Кита Ричардса. Герман Лукомников, прекрасный поэт. У него в журнале «Волга» вышла подборка стихов, Разошедшиеся по Фейсбуку и по всем соцсетям. Он эту подборку расширенную отдает нам, И мы будем делать эту книгу. Это подборка потрясающих антивоенных стихов. И премия «Просветитель» опубликовала Длинный список номинаций «Политпросвет», Куда вошла книга Арии Сиренко, Которая называется «Я желаю пепла своему дому» О 15 сутках, которые она провела за решеткой И вышла 23 февраля 2022 года. Вот о том, что было до, о том, что было во время И о том рухнувшем мире, Который она застала, выйдя в СИЗО. Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир И аудиотека лучших программ и подкастов Свободы На YouTube-канале Радио Свобода Лайф Радио Свобода на экране твоего монитора В твоем мобильном и в твоих наушниках Редакция издательства «Бабель» в магазине «Новая Рига». Разговор с участием издателей Евгения Шварца и Елены Коган. Как художники, творческие люди, творческие компании Переживают это время, которое условно назовем После 24 февраля. Что может вообще сказать человек? Он задыхается, он не может говорить. Или наоборот, вы считаете, что русская поэзия заговорила мощно. Я считаю, что она только в последнее время Позволила себе какие-то высказывания. Потому что первые полгода это было абсолютно, в общем-то, удушье. Как вы, как творческий коллектив, как вы это переживали? Были ли у вас какие-то изменения от первых месяцев войны До настоящего времени? Душ я никуда не делась. И оно, мне кажется, только становится хуже, плотнее. Когда все это началось, мы в магазине прекратили все лекции, выступления. На два месяца мы сняли всю программу И писали о себе в соцсетях. Мы не можем ничего говорить сейчас. Ну, просто ощущение абсолютно бессмысленности того, что ты делаешь, Когда происходит то, что происходит. Потом к нам, и не только к нам, Приходили люди и говорили, что нужно возобновлять эту историю, Просто потому что нужно собираться вместе И как-то вместе считаться, переживать, анализировать, рефлексировать, Ну и как бы что-то делать. К нам приходит очень много украинцев. Ежедневно приходят за книгами. Один из возможностей спасения. Проводить то, что поможет собрать деньги. Поэтому мы связаны с украинскими благотворительными фондами. Мы с ними дружим и стараемся всячески помогать. Это вот то, что дает возможность... Оправдывать свое существование. На год войны мы сделали с Витей Миломед... Вы знаете, наверное, Витей Миломед известен в том числе своим YouTube и Instagram и Telegram каналам, Который называется Old Old Denimal, В котором с первого дня войны он рисует портреты убитых мирных жителей с подробностями их смертей. Каждый день вывешивает один портрет, и по всему миру люди выходят на антивоенные митинги с этими портретами. Может быть, не все знают его, но очень многие знают эти портреты. У нас такие большие окна в магазине, и мы на год войны заклеили эти окна большущими постерами, огромным количеством этих портретов с историями. И очень много людей фотографировали и читали эти истории. Я не совсем с вами согласен, Лен, по поводу поэзии, потому что, вот понятые свидетели сборника свидетельствуют о том... Были поэты, которые замолчали. Были поэты, которые молчат до сих пор. Потому что поэзии после Освенцева не существуют, как мы слышали. Но есть поэты, которые наоборот, очень сильно плохое слово активизировались, они обрели голос. Есть поэты, которые не были поэтами, которые начали писать в первые дни войны, что-то написали и прекратили писать, или продолжают писать. Собственно, на презентации «Понятых свидетелей» Мы говорили, что эти стихи — это документы, это тоже свидетельство, которое тоже должно остаться потомком для суда. И это способ пережить ужас. И, собственно, у нас вышла вторая книга, второй том. Очень много поэтов из Украины разрешили нам использовать свои тексты. И это, конечно, было очень-очень важно. Мы не спорим и не будем спорить с украинцами, пока идет война. У нас нет на это никакого права. Мы делаем то, что можем, пытаемся быть честными и пытаемся помогать Украине. После того, как закончится война, я думаю, что мы как-нибудь разберемся. Евгений Шварц говорил о сборнике антивоенной поэзии под названием «Понятые и свидетели» о двух выпусках, вышедших в издательстве книжного магазина «Бабель». К обсуждению подключается Армен Захарян, филолога-переводчик, автор популярного литературного ютуб-проекта «Армен и Федор». Я понимаю, что у многих людей есть потребность высказываться публично, свою позицию, свою боль. Мне кажется, что в таких чудовищных условиях, в которых мы находимся, наиболее конструктивная позиция – это больше молчать и заниматься своим делом. Я очень часто слышу от замечательных людей, которые давно могли иметь проблемы с российской властью, уехать и могли десятилетия заниматься какой-то активистской работой или работой на культурном поле против российского режима. Они с недоумением задаются вопросом, а чем я заслужил вот это услышать. Просто в предлагаемых обстоятельствах пытаться продолжать честно делать свою работу, мне кажется, это будет вызывать меньше конфликтных точек. Все ощущения чувствуются очень обострены, нервы оголены, и любая даже самая невидная формулировка «ранит», возникают эти конфликты. Но не ставить себя в позицию, где ты можешь с этим сталкиваться, чтобы пытаться делать то хорошее, надеюсь, доброе, светлое, что ты можешь делать в предлагаемых обстоятельствах, которые чудовищные, ничего кроме ощущения безнадежности, ужаса и бессилия собственного у меня не вызывают. Ну, 24-е, понятно, это стало триггером. Насколько уместно поднимать голос в той ситуации, когда, грубо говоря, твоя страна делает то, что она делает? Насколько ты имеешь на это право? До сих пор иногда Женя просто звонит и говорит, я хочу все закрыть, пойти и умереть. Я стараюсь не сидеть в новостях, Женя всегда следит за новостями. В какой-то период он говорит, что вот просто хочется сейчас все закрыть, но ты же понимаешь, что это не выход. Мы на своем очень низком, очень маленьком уровне пытаемся что-то делать, пытаемся объединять людей, собираем деньги, творительные встречи, собираем полку украинской и украиноязычной литературы у нас в магазине. У нас была лекция, посвященная современной украинской литературе. Это точно не приносит вреда. Мы не можем, в силу разных причин понятных, мы не можем, к сожалению, поехать воевать за ВСУ. Хотя мысли такие были. Я точно знаю, что от меня пользы там будет, значит, меньше, чем здесь. К нам приходили люди и говорили, что давайте что-то делать. И в какой-то момент мы поняли, что и мы без этого не можем. Потому что вы все помните эти дни, когда ты просто задыхаешься, когда ты не понимаешь вообще, как дальше жить. Эти встречи, эти лекции, которые никакого отношения не имеют к войне, к истории России, к истории Украины и так далее. Это может быть научная лекция, литература вееческая. То есть это возможность людям собраться и, кстати, все равно любой разговор так или иначе приходит к этому. Ну просто потому что других мыслей нет. Если ты позволишь, я бы хотел просто рассказать личную историю про то, где у меня находилась эта точка. Что бы ты ни делал, если ты делаешь это публично после 24 февраля, мне кажется, всегда правильно задаваться вопросом, насколько уместно то, что ты сейчас делаешь, что люди это увидят. И очень многие скандалы, которые происходили в медийном фоне, мне кажется, возникали просто из-за того, что люди не задались вопросом, уместно, если эту фотографию опубликуют в Фейсбуке, это будет хорошо выглядеть. И некоторые публичные мероприятия сразу получали плохой пиар, и дальше что бы на них ни происходило, они уже были скомпрометированы из-за одной или двух дурацких фотографий, которые просто не нужно было выкладывать. То есть вопрос об уместности, он на самом деле важный, он не пустой. Но что касается меня, я в основном занимаюсь литературным каналом Армена Федор. Армена Федор незадолго до 24 февраля почти окончил работу над таким достаточно ироничным и слишком веселым для времени, которое наступило после 24 выпуском, о Гомере. Я решил, что его неуместно публиковать, это нельзя делать. Шли месяцы, мне казалось, что все еще неуместно. Я совершенно упускал одну вещь. В какой-то момент мне написала моя подруга, зрительница, девушка, с которой мы много месяцев уже переписываемся, которая живет в Днепре. Она украинка, она никуда не выезжала из Днепра. Она рассказывала про свой опыт, свое ощущение того, как она проживает все эти месяцы. И она написала и сказала, что вы еще за несколько недель до 24 февраля где-то писали, что вот скоро выйдет выпуск о Гомере. Может быть, он уже готов, я его очень жду. А то нас в последние недели бомбят и бомбят, и я боюсь, что я его не дождусь. И я в этот момент подумал о том, насколько этот взгляд от меня ускользал. Мне казалось, что это неуместно делать публично. Я совсем не думал о той украинской части аудитории, которая может именно в этом нуждаться. Потому что для многих моих подписчиков из Харькова, из Киева, из Днепра, из других городов оказывается вот эта возможность укрыться в ироничной живиальной лекции о Гомере важна. И для меня вот это ее сообщение оказалось такой легитимацией. Я понял, что это нужно делать, и у меня есть право это делать. Может быть, уместно будет и про Владимира Гордеева рассказать? Владимир Гордеев совершенно удивительный человек-артист, живущий в городе Сумы, который в тот момент, когда у нас начался Джойс-проект на нашем канале чтения романа Улис Джеймса Джойса, взялся записывать Улис в аудиоверсии и делать свою интерпретацию каждой главы, каждого эпизода. И этот проект до сих пор существует. Разумеется, после 24 февраля у Владимира творческий кризис. Он вообще очень чувствительный, очень иронимый, очень искренний человек. И когда он понял, что он не может продолжать работу над этим проектом, над чтением Улиса, он предпринял совершенно безумное путешествие из города Сумы. На мопеде уехал через пол Европы, по-моему, он доехал до Голландии, где он развернулся и поехал обратно. Это был такой автопробег Одиссей в поисках самого себя, а не в поисках Итаки. Он сейчас в Сумах. Мы надеемся, что он закончит эту работу. По-моему, он остановился на 11 эпизоде Улиса и мне написал, что Армен, у меня не идет 11 эпизод, нужна ваша помощь. Запишите самым небрежным образом, на который вы только способны. Я сел, развалился в кресле, стучал пальцами по столу, пил воду, причмокивал и записал 11 эпизод, где Блум сидит в кафе, он там ест. Это было для Владимира важно. В общем, да, это удивительный совершенно человек. И я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо и что он закончит этот путь к своей Итаки и даже дальше к Пенелопе. Армен Захарян, автор канала «У литературе», которая отказывается умирать. Встреча с руководителями издательства книжного магазина «Бабель» Еленой Коган и Евгением Шварцем. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкастов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова